Мама, папа, я – это не только дружная семья, но и настоящая команда. В этом в очередной раз убедилась моя коллега Елена Козлова, побывав на школьной спартакиаде в школе номер 6. Родителей сразу 25 учеников начальных классов вызвали в субботу вместе с детьми в школу номер 6. Место встречи – Краснополянский спортивный комплекс. Форма одежды строго спортивная. Спортивная форма давно одевали? Привычная для вас? Да, мы уже не впервые участвуем, но и вообще по жизни занимаемся спортом. Спортом заниматься интереснее одной или всей семьей? Всей семьей, конечно. Ну, потому что команда у нас большая и такая хорошая. Мама, папа, я. Собственно, так и называются спортивные состязания, которые молодые педагоги физической культуры Кристина Тимонина и Сергей Токанов каждую весну проводят в школе. Понятно, что возможности первоклассников отличаются от возможностей ребят из четвертых классов. Поэтому состязания проводятся и оцениваются по параллелям. Мы видим в этом празднике позитив. Вот самое главное. И установка такая изначально, что у нас проигравших здесь нет, только победители. Безусловно, семья, которая готова встать в выходной день рано утром, чтобы последовать за своим юным капитаном куда угодно, лишь бы вместе, уже победитель. Однако каждый спортсмен знает, что победа без борьбы, без накала страстей не приносит полного удовлетворения. Да и болельщики могут заскучать. И потому организаторы состязаний постарались задействовать весь школьный спортивный инвентарь. Что проще, бегать по магазинам или сегодня участвовать? По магазинам, конечно, проще. Ну, магазины ты все знаешь, ты их видишь, что на что. А здесь нужно выкладываться, нужно не подвести всю свою команду. От каждого члена команды победа зависит. Вы сейчас волнуетесь? Да. Я просто еще никак от бега не могу отойти. Чем ваше волнение соразмеримое? Еще когда вы так волновались? Ну, что? Ну, наверное, когда дети родились. Сложный был отбор. Почему твою семью забрать? Мы всегда во всем участие принимаем. Нам все равно то, что делаете, главное вместе. Но спортивные соревнования все же не могут быть без наград. В этот день было разыграно четыре комплекта медалей. Победители получили еще и кубки. Где будет красоваться кубок? В классе. В классе, может. А отдавать не жалко? Не особо. Почему? Ну, потому что меня поддерживали. Меня поддерживали все. Однокрасники. А папа добавил. Будем стараться поддерживать себя в форме, чтобы семья росла здоровой, умной и, главное, любимой. И это обязательно снова даст свои плоды и принесет немало побед. Елена Козлова, Алексей Орлов, телекомпания «Лобня».